Нас управляют в Турии. Давай быстрее. Трясок и фрукты, 50 евро, первый прием пищи. Поезд прям на нас, женек не было туда ехать, чувак. Это, мать его, того стоило. Там обрыв. Отидеть. До матча остается 10 минут. У нас ни аккредитации, ни билеты. Давай! Давай уже! Давай! Давай! На меня не пускают. Чуваки, всем привет. Как мы оказались на этом канале вообще, бро? Спорт 24. Когда-то у нас здесь брали интервью. Но сейчас уже мы в роли ведущих. Нас управляют в Турии. Нас управляют в Турии, и я надеюсь, что вам это поедут. Чувак, это что за матч будет вообще? Чувак, это вот дикий матч. Мы только приехали в аэропорт. Поездка намечается быть долгой, потому что мы сначала летим в Рим. Берем там тачку. И если мы берем тачку, я надеюсь, что мы возьмем что-то, кроме Фиата в Италии. Чувак, хочется прям... Хочется прям... Хочется прям... Хочется хороший спорткэр. Ладно, мужики, надеюсь, что уж в штампоне не будет проблем на границе, потому что у него... У него фотка зэка в паспорте. Вот он. Я желаю тебе только удачи. Спасибо. Чувак, хороший поезд. Пацаны, погнали. Пацаны, небольшая пробудка для Андрея Штампонина. Пока он дошел в туалет, стоит сказать, что из дома я взял его паспорт вместе своим. Давай сейчас типа скажем. Все ли взяли свои паспорта? Стой, подожди. А как он собирался? Я когда уходил, я точно помню, он говорит. Он вроде ничего не забыл. Он даже куртку проверил, в которой не летит. Как ты у него сперпоминал? Три паспорта в жале на столе, ты взял свой, и я взял два. Чувак, и он даже не подумал. Я хочу посмотреть на его лицо уже, на стойке регистрации, когда там скажут. Так, документики передаем? Я забыл. Чувак, дай паспорт. Че, все? Да. А у меня? У тебя тоже все. У тебя паспорт? Даже не выдумал вы такую историю сейчас на камере. Вы не брали это? Ни шутка, ни какая? Не знаю. Шватись. Я не знаю, где он. Ты же проверял перед выходом, что там. Так я его плотик взял, шватись. Я походу забыл паспорт. Это пистолет. Чувак, вылет через час, до дома ехал. Полтора часа, блядь. Ну а как ты, придурок, мог забыть паспорт? И че делать, чувак? Ты тупой, сука. Ай, блядь, засранец. Вот, чуваки, с ними никогда нельзя нормально полететь. Чуть-чуть прессал. Пару седых волос на высыпашке появилось. Я походу забыл паспорт. Ребят, во-первых, нас отволтузили в компании Пайпета на два косаря. За сумки мы тут заплатили. Это, блядь, не ручная. Все покрутят герцог на ручную кладь, еще как-то богат будет платить. Чувак, это не ручная кладь. Ладно, самое главное, че, мы не опоздали на самолет, все круто, билеты. Это очень грамотно. Бро, у нас зеленый коридор. Билеты есть. Ребят, к вам маленькая просьба, если вы хотите, чтобы мы появлялись на этом канале и дальше, чтобы не только Мбаппе здесь светился, потому что я тоже хочу, бро. Я тоже хочу колесить, гонять с футболистами на ламбе, может быть, в следующий раз. Конечно, чуваки, почему только Мбаппе? Мы тоже хотим. Поэтому, ребят, поддержите, пожалуйста, нас, подпишитесь на канал Спорт24. Покажите вашу лучшую поддержку, покажите то, что вы настоящие свяечки. Обязательно пишите комменты, спамьте, подписывайтесь на канал. Давайте наберем под этим видосом 100 тысяч лайков. Нас отправят в горячую точку в Мадрид. Мы побываем на Классику и на матч Атлетика Лока. 100 тысяч лайков, осилим, не осилим? Почти невозможно, но я думаю, что вы сможете. Вы под нашим интервью набрали больше 100 тысяч лайков. Так что, чуваки, классики, ставьте лайкусик, а мы продолжаем дальше. Чуваки, 30,5 часа уже прошли. И мы еле высидели, вот реально очень тяжело бы вопрос спросить. Это был долгий перелет. Ради, скажешь, это был бесконечный полет, потому что я не представлял, сколько мы летим, сколько нам еще остается. Я остался вне времени. Как будто мир перестал существовать. Мы в Италии, задача номер один сейчас. Похавать. Так, у нас получилось 3 салата, 3 сок и фрукты, 50 евро первый прием пищи. Как тебе такое, Ламас? Мы покушали. Мы готовы решать проблему с машиной. У нас есть примерно 500-600 евро на 2 дня, которые мы можем потратить на машину. Как-то у нас есть эти бабки. Ну, снимаем либо Бэху, либо Мэрс. Ну, возможно, вообще никакого варика не будет, и нам придется кататься на фиатчике. Взять в фиатчик, чувак. Понимаете, вы сейчас такие смотрите тут, Рос, как они поехали. Мало ли, может, вам тоже будет полезно, и вы... В следующий раз, типа, просто по стопам штампони. Так, тачку арендовали, салатик закинули, все красиво. Сок попили, и на матч пошли. Ладно, пацаны, го искать машину. Брон, ну не знаю, чувак. Это знаешь, что это какие-то детские игры будут? Ну такая, не работает. Это мы не солидно на нем поедем. Может, вот хороший вариант? Вот как. Опа! Вы про Мерседес или про вода Токары-то? Про фиат, чувак. Там, чувак, еще одна тачка есть, вот одна. Последняя машинка. Это Ягуар, чуваки. Мы сегодня погоним на Ягуэре. На Ягуэре? На Ягуаре, живем за рулем, он будет просто душить. Хочу, чувак, я никогда не ездил на Ягуаре сейчас. Чувак, мы на нем поедем по побережью Италии, так сказать. Сделаем столько фоток. Мы все-таки думали, зачем тут рост едут в Италию? На виденство на грамм. Все думали, да что? На футбол. Ну и на футбик тоже. А в итоге, а в итоге просто щелкни меня здесь. Питишут на Пизе. Где-то там еще штампоне. Вот штампоне на Пизе. Тут Пиза вот так штампоне. Возможно, и такого вы увидите во Влоге, а сейчас мы отправляемся в Рим. Чуваки, экс-прооблечение, мы выехали на поезда. Сейчас поезд прям на нас, Женек не понял, куда ехать, чувак. Проблемы с навигатором вообще очень жесткие, и я не ориентируюсь в этом городе пока что. Пацаны, ну в целом здесь круто. Но это еще Рим. Посмотрим колеси, пока мы едем дальше. Пацаны, мы шли, 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 шли. Но тут еще проблема в том, чтобы тачку оставили в жопе. Потому что проблема с парковками страшная в Риме. Почему-то сейчас все позабито. Как мы уже идем, минут 15 и... Что это того стоило? Это, мать его, того стоило. Блин, что, круто смотрится? Круто. Что, гонете? Да. Ребят, мы вчера после Рима еле-еле доехали до маленького городка Арбитела. Очень сильно хотелось спать. Изначально мы хотели доехать до Гена, до Ливорна, до Пизы примерно вот туда. Не хватило нас сил, поэтому час мы ехали. И в маленьком городке Арбитела, как я уже сказал, здесь достаточно прикольные домики. Этот городок находится прямо на побережье. Я думаю, что мы сейчас выйдем. Еще у нас есть немножко времени совсем до Турина. И мы посмотрим на море. Ну, а в целом мы прям дико опаздываем. Поэтому нужно сейчас моментально будить пацанов, братья Гуары и уже выдвигаться. Все, Вася, мы выходим. Чувак, я только встал, блядь. Подъем, подъем, тревога. Так, хул. Один номер, без кого ли? Без кого-либо, чувак. Я думаю, что штампони, блядь. Никого нету. Блать, пора ехать. Конечно, штампони за пастой пришел. А мне там запаста нужна. Берись, блядь. Чувак, мы опаздываем. Мы, походу, футбол пропускаем. Не пропускаем, чувак, мы быстро едем. Ну, конечно, единственный человек, который не открывает, это, блядь, Андрей Гондоник. Если бы у человека голым был, блядь. Ладно, короче, едем без штампони дальше. Чуваки, вот мы всего лишь час ехали от Рима, и здесь сразу достаточно красиво, поэтому, ну, иногда нужно рискнуть и взять какой-то городок, о котором никто не слышал. Толкай, суку. Толкай его, блядь, туда. Она теплая. Толкай, суку, туда. Она теплая, можно купаться. Ну, лезь, купайся. Там грязно очень сильно. Ну, судя по запаху, здесь реально непригодна для купания. Пацаны, вы понимаете, что мы нахрен опаздываем в Турин? Мы можем не успеть на пунктах. Пацаны, прошла целая ночь. Мы ехали, ехали, и мы приехали в какой-то офигенный городок. Здесь город называется Ла Спетси, здесь кругом пальмы, здесь море, здесь здраво, в кадром. Здесь тут пор, тут все. Вот по кайфу. Мы приехали в какой-то городок Монаруло, штампоне сказал заехать. И это просто чудовит. Yes, Gerald. Я уже лезу на эту крышу. Экстренное включение, мы куда-то заехали. Чувак, мне кажется, мы застрянем, скорее всего На Ягуаре тоже Нам ехать еще 3,5 часа А мать, что вы понимали, 4 часа Я не знаю, что делать, чувак Мы вообще, где мы Ты понимаешь, вот один поворот здесь не туда и все Там обрыв Офигеть, чувачки Чувак, мне страшно ехать Чтобы вы понимали, людей вообще нет И вот сейчас я бы хотел ехать в Фиате, на самом деле Чувак, в маленьком такой, знаешь, в мини-тачке Как так? Почему здесь только мы? Об этом маршруте прочитал в гугле О нем мало кто знает Прикинь легенда об этом пути, что множество путешественников Здесь сильно переворачивалось Потому что вот там дальше есть, типа, поворот смерти Не гони, блядь Ремешки застегнули Так, ремешки застегнули Опа Блядь Знаешь, как на Мурганских горках, когда она такая встала чуть И вот сейчас пиздец Резко Вот сейчас мы уже выходим на дорогу Нет, мы не можем на дороге Бо, слава богу Магистраль, чувак Неужели мы выехали? Фух Давай, пацаны, выдуваем Из легких весь воздух, который мы набрали в этих горах И едем в Турин Пацаны, мы все еще едем Время уже пол седьмого Ну, чтобы тут родственники опоздали Хоть на чуть-чуть Но такого, ну, никогда с нами не бывает Ужаление пунктуальность в этом плане Страшно, вообще, мы можем успеть Ну, я думаю, что мы успеем в итоге Я надеюсь, что мы успеем Мы сейчас проезжаем дико красивые места Тут горы, чувак Все в дымке Нет, ну, в итоге, короче, если вот так вот ехать Все-таки нужно за два дня, за три Чувак, да Матч через 15 минут, блядь Нам еще идти непонятно сколько То есть, Криша уже все Он гель нанес, он поправляет волосики Он готов выходить А мы все еще Ну, посмотрите, вообще не едет То есть, нам навигатор показывал маршрут без пробок, походу Я не знаю, смотрел с Николсон Кейджи Успеет за 60 секунд Нет Брат, посмотри, потому что А где стадик? Я даже не вижу, блядь Мы включение из Турина До матча остается 10 минут У нас ни аккредитации, ни билета И мы просто бежим Падали в штаны Ну, мы бежим, чуваки И все ради для того, чтобы сделать вам контент Чуваки, сделано полдела Мы домутили билетом И кое-как успели добежали Штемп не идет с нами, походу Давай сейчас пройдем и будем решать Покатил! Подоимся! Молчи! 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 Как в этом поле? Лига чемпионов! Молчи! 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 Бесса! Молчи! Молчи! Чуваки, мы садили, раз охватывают духу И на стадию юни Лига чемпионов, где сейчас будет криша и локомотив будет играть Братан, у нас, кажется, проблема У нас нету манишек И нас сейчас не пускают обратно к полю Брат, мы уже прошли по полю Я видел этот мяч, которым, блять, будут играть этот... Я видел, ты его взять хотел Нам сделали пропуск Я вот захожу через стюарду Показываю билет и паспорт И меня не пропускают То есть у меня забирают мои документы Пошли все проверять Ну, я не знаю Матч начинается уже вот-вот Но меня не пускают И я не знаю, возможно, я сейчас вообще не попаду на матч Сейчас будет гим Лиги чемпионов, а мы опять в обезьяннике Сами вот он, флаг Лиги чемпионов Чуватив, я успел И Чуватив просто посмотрелся на места Вот составы команды Вот я Здесь есть такой телек Правильный довод свой очков привет Идем, поет Вот Чичик Саня это делает Хоть мы и приехали в чужую страну Мы, блять, все равно остаемся за локоть Я надеюсь, что из-за того, что мы в футболках Нам теперь не будут Они не будут говорить, типа, чуваки, нет вам никогда Мне плохо Все чуваки нас официально выпустили на стадик О, пацаны, мы на Лиге чемпионов Это Юла, бро Вот я никогда не думал, что мы окажемся в Италии на стадионе Рядом с Кришом Рядом с Кришом, пацан, такого никогда не было А у нас еще и футболочки пройдут Чуваки, короче, такое дело, нам не разрешают снимать Нам не разрешают снимать на этом матче, типа Будем снимать здесь с подполы, чувак Это не чемпионат России, типа, на Лиге чемпионов все намного строже В этом плане Хотя мы у нас снимали на локоть Чувак подошел и говорит Типа, что вы делаете? Он вообще офигел, потому что никто здесь не снимает И нам еще сказали, типа, что мы можем только так сидеть Съемка может привести нас в тюрьму, но мы снимаем все равно Чувак, мы снимем этот контент, чтобы нам это не стоило Леха, 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 поднимайся, бро Что, мне нравится? Локомотив пока офигенно контратакует, Эдер Эдер, Эдер, бро 5 Эдер, вставай Эдер, давай, Эдер Локомотив не просто сидит сейчас в оборонке У них реально есть неплохие такие выпады, бро Знаешь, ну, они такие вот Оп, цапнул, сел в защиту, цапнул, сел в защиту Бро, ну, по идее, мы должны вот на таком стульчике сидеть Вот Ну да Это Тудрос через год Это Тудрос, блин Это Тудрос через год Ну, блин, на калеринку Криш, чувак, Криш 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 Это сердечко замирает каждый раз, когда Криш тяну свои переступчики делают Туда-сюда Против него нереально обороняться Честно, я хочу, чтобы Лоха забил два Ну и Криш, чтобы свой мяч занес А, железнодорожники растянули флаги, Илья Да Чувак Сколько моментов у Криша Тебе-бакет, тем временем, в 20 минут Локомотив уверенно стоит у своих ворот А у Криш тяну было полмоментов Че-то, че-то пытаются Колени уже, бляд, болят Смотри, Локомотив стоит, бро, и мы должны выдерживать этот натиск Че-колени болят очень сильно реально То есть, по идее, мы должны со своим стульчиком раскладным здесь сидеть Давай стулкь впизняем Давай Давай Че, так намного лучше Че, кайм? Да Давай Блядь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОЛОК 2 Леха Миранчук забивает. 1-0. Вот так вот, парни. Нам сказали нельзя праздновать Гоулоко, но, конечно, когда вот так вскакиваем. Сзади все просто в банку. Они нам тычут в баки, говорят, пацаны, блядь, Не празднуйте здесь мяч, все злые. Чуваки, ну мы снимаем, мы болеем за локом. Там, да, мне показали факт, я показал вот так с локомотивом, но на этом и разошлись. Нас пока ничего не кидает. Давай, бро, давай, давай. Давай, Лёх. Чуваки, к нам сейчас еще раз Тюарт подошел и сказал именно ведите себя тише. Не празднуйте мяч, и вы провоцируете болельщиков. Один сказал типа не празднуйте, второй сказал именно все, ведите себя тише, потому что... Ну они походу видят и слышат, что трибуну... Чувак, так даже по телеку показали, как мы прыгали, понимаешь? Типа, а что, нам сдержаться реально, чуваки, ну пойдите, мы для вас снимаем, и нам что, тихо сидеть? Нет, конечно. Все, первый там есть, 1-0, едем дальше. Адимур Журавель, здравствуйте, уважаемые. Привет, привет, Ром. Что вы здесь снимаете? Бро, мы прямо от ворот Ивентуса сняли гол Наранчука. На нашем канале. Мы угадали с воротами, но я тоже угадал, потому что очень круто смотреть, как Локо обороняется. Помимо нас здесь еще, Бром, на сектор Локо приехал 2000 человек, все свои на месте. Здесь как-то поспокойнее себя чувствую. У нас дилемма, типа, либо Криша снимать, либо еще Банглок. Либо ждем от автомотива еще один гол. И вместе отбрасываться. А если что, прикроют порожить, там, ну, там еще пиздец. С другой стороны, мне и там, знаешь, вот я люблю такую атмосферу, которая предвоенная, да, когда тебе спину, летят хуи, но ты при этом такой довольный, один-носим, команду довезет. Так, пацаны, держу в курсе, но сейчас я второй тайм уже. Ну что, бро, выстоять надо? Фотокамеру буду снимать и буду вот так показывать. У меня какое-то плохое ощущение, что мы здесь всех напрягаем, знаешь? Не береги его. Береги, 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 береги. Большинство атаки ведутся, видно не будет, они слишком далеко от нас. Мы приехали сюда поддерживать Локо, бро. Ну поэтому да, мы здесь. Павло, Дебавло. Левый накид набивает. Бля, не справишь. Не надо побуждать. Надеюсь, что Локо удержит шот. Не страшно. Саня не верит в шоу. Не, жалко, жалко. Чуть-чуть не хватило прям вообще. Ну еще не верит, но с такой вот. Бля, не так вот не выстоять. Надо сейчас играть так же, как раньше, потому что Льювы чувствуют. Всего 10 минут, осталось 10. 13 минут играть еще, но Льювы прям очень сильно ждут. Бля, не так вот. Бля, не так вот. Добро пожаловать на аренду. Бля, дитя. На 3 минуты игроков вернулись. Дебавло 2, а ведь что готово? Животнее чудо не случилось. Буквально спустя 2 минуты следующая атака 2-1. Дебавло делал и дубль. Осталось 15 минут. Картина полностью поменялась. Теперь верим, что Локо за Кампыч. Остается буквально, буквально 5 минут до конца, Локо проигрывать в один мяч, ну, блядь, это очень обидно. Локо нет в моментах, но при этом у них какие-то таймеры. Один удар поворот, просто за пару минут Юва берет и забирает эту игру. Это, блядь, очень обидно. Но это все равно был хороший перформанс. Хороший перформанс. Забить первого. Дать надежду до конца матча, мы верили, что можно увезти Ива. Я верю, я реально верю. Но Юва, реально, знаешь, ты в такой момент понимаешь, что это супер крутая команда, когда они... За две минуты, да, они прям начали давить и все. Да, Юва, выиграли! Пацаны, мы прилетели из Италии в Амстердам. У нас тут пересадка, мы 3 часа просто сидим и ничего не делаем. Дико хотим спать, поспали всего полтора часа. Играл Локомотив Ювентус. Они закончили, и с тех пор после окончания мы даже глаза не скрывали. Чуваки, это просто жесть, нашу рожью опуху. Просто утраться в таком режиме, пацаны, нас надолго так не хватит. Мы, конечно, стараемся-стараемся, но, скорее всего, пропердимся и ляжем спать. Чуваки, вот нам нужен день-два максимальной отлежки, чувак, просто дома сидеть, ничего не делать. Ребят, мы сели в самолет, лететь на 3 часа. Ну, благо подушки взяли, штампони там, пойдем вообще кайф. Шампони уже спит. Он храпит уже. Он спит, чё? Ну, благо сейчас пальчики, пальчики, оп. Бро, не стоит сказать, что он взяли в бизнес, но это... Ну, вы сами видите. Ну, я штамп выбирал. Я штамп взял, но... Я думаю, что мы сейчас уснём, присёмся в Москве, и это будет свежо. В среднем всё уже в Москве, на родной земле. Сэнер-одетка, сэнер-обой. Ребят, мы не можем оставить вас без подарка. Мы были в Италии, мы были на матче Юва, мы видели Криро, мы видели, как Дебала забивал. И, конечно же, мы хотим вам сделать сюрприз. Уникальным футболку, чувак. Мы вышли со стадика, но... Не успели, время поджимало. Но Магас работал. Магас работал до 20-30, матч был 9. Мы никак не успели, но мы пытались. Да не из Италии, но в России всегда всё равно приятно получить футболку Криро, футболку Дебалы. И я предлагаю то, что если мы не купили её в Италии... Купить её здесь, в Москве, вот мы идём. Бро, фирменный магазик Адидас. Бро, ну вот та самая футболочка. Ну, одну такую, одну такую. Я не Дебалу. Ну, давай без Дебала, пошёл нахер. Он два забил локомотива, давай, Криша. Ну, нет, бро. Давай М-ки возьмём. Давай. Ну, чё, бро, наносим? Давай нанесём и как раз расскажем об условиях, что нужно сделать, чтобы эти футболы выиграть. Вообще условия супер простые. Скоро играем Лока с Юэ у себя дома. Поэтому напишите в комментариях точный счёт игры. Посмотрим, кто сможет и сказать. Есть те, кто точно угадает счёт. Мы разыграем эти футболки. Чуваки, я бы на вашем месте написал бы 1-1. Гол Роналду и Лёхи Мирон. А ты что думаешь? Ничего себе. Я верю в Лока. Я верю в Лока, но... Одинной Лока верю. Чуваки, ну всё готово к нанесению. Так, чуваки. Оу май. Как ювелирно ты здесь всё. Лига чемпионовский стандарт. Круто. Круто. Бро, я сейчас на самом деле подумал, что я бы и сам поучаствовал. Конкурс? Ну, когда такие тишки, чё, конечно. Оно, оно. Крутой шрифт, пацаны. Так, женёк идёт, чуваки. Нажать на эту штучку, потому что... Ну, это кастер. Может, ручку засунешь? Ну-ка, давай-ка его. Давай-давай-давай. Сильнее победы. Всё, 15 секунд выдержали. Поднимаем. Ай, здрасте. Ничего не приклеилось, да? Пошло. Пошли, пошли делись. Сейчас в итоге минус буквы. Блин, такое приятное тепло идёт. Ты это сделаешь. Евгений, это ювелир. Евгений, ювелир. Круто. Это тут рост, детка. Все условия вы знаете. Все условия вы знаете. Я считаю, что это приятный подарок, который выиграть можно ну просто вот так. Включите голову, проявите интуицию. Футболки ваши, мы зашлём, не обманём. Спасибо за просмотр. Возможно, увидимся в Испании. Не забудьте поставить 100 тысяч лайков. Пока. Продолжение следует.